Где же мои любимые мои ролики? О да, это мой новогодний свитер. Рождественский новогодний, как хотите так и называйте. Потому что это просто плюс сток новогоднего настроения. Посмотрим, что теплые вещи. Эта штука, чтобы гореть комнату, ее тоже надо, кстати, забрать. Потому что у нас очень холодно, где я сейчас живу. И курточку. У нас в Тель-Виве жара. И кто-то забыл солнцезащитные очки. Короче, и мне просто солнце светит. Я Рыжуля на солнце. Я еще в свитере и вязала с собой курточку. Потому что мне было так холодно, понимаете. Короче, теперь просто умирают жары. И скорее всего сейчас пойду куплю себе что-нибудь не такое теплое, как свитер. А еще я встречаюсь сейчас с Кариной. И мы поедем в нашу школу поздравлять мою классную руководительницу с днем рождения. Иногда люди у меня спрашивают, Саша, почему у тебя так много одежды? Я вам сейчас объясню почему. У меня так много одежды, потому что я никогда не одеваюсь по погоде. И потом мне приходится покупать либо теплые вещи, потому что я оделась холодно, либо холодные вещи. Короче, сейчас мне жарко и я снова иду в магазин. Вы понимаете, почему у меня так много вещей? И почему все мои деньги идут именно на шматье? Саша, по 17 лет, купила себе бутылочку воды с крозой. Привет. Доброе утречко. Сегодня знаменательный день, потому что мы едем на экскурсию не в пустыню, не на горы, а в Тель-Авив. Для меня это счастье и просто ура, едем. Мы сейчас в старом городе Иерусалима. И я ищу свой знак зодиака, как обычно, никогда тут не нахожу. Я нашла стрица, это улица моего папы. Классно. И у него сегодня день рождения. Короче, я ждала свой сэндвич полтора часа и мне его дали бесплатно. Ха-ха-ха-ха. Игра есть на сплате. Сколько с этого 0,1,8? Это чей. Попада. Мы приехали на игру. И тут очень круто. Только я не вижу, подожди, с кем мы играем. Короче, вот это зеленые не наши, а красные наши. Но я не вижу ни одного человека из команды поддержки зеленого. И да. Попада. 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 Посмотрите, закончилась игра. Просто муравейник на стоянке. А что творится здесь, на выходе? 9000 человек сейчас пытаются выползти, а это жесть. Знаете, я сейчас иду в смысле о том, что меня надо подстричь кончики. И недавно моя одноклассница сделала такую вещь, она отрезала 30 сантиметров. Блин, у меня сейчас так в клубке там волосы. Потому что я ходила за стиркой, но там закрыто. Я не могу забрать свою стирку уже не знаю сколько, примерно 3 дня. Короче, и рассказываю. Моя одноклассница отрезала 30 сантиметров своих волос, чтобы детям, которые болеют раком, сделали прики или, я не знаю, пересадку волос. В общем, это как бы благотворительность. И у меня такая мечта была очень давно, отрезать свои волосы. Отрезать свои волосы, чтобы подать на благотворительность. И сейчас я хочу дорастить волосы. Я хочу вам показать. Даже сниму резинку. У меня просто, блин, я хотела себе за стиркой, чтобы там много пакетов, чтобы она мне не мешала. Волосы сейчас примерно такой длинный, но после хвоста. Я хочу отрастить их вот до сюда. И обрезать потом до сюда, чтобы отдать 30 сантиметров. Короче, я считаю, это очень круто. Сегодня хоть... Блин, это машина все равно видит за мной. Короче, сегодня такой день, что к нам приезжают ребята, которые будут в следующем году учиться на моем хине, на моих курсах. И будут проводить... Как это называется? Короче, их будут спрашивать... Короче, кто тут будет учиться сегодня, выяснится, и кто нет. Вот так вот. Не знаю, как это сказать. И я и еще одна девочка ответственны за это все. Короче, и мы немножко нервничаем, потому что, блин, нам сейчас надо убрать все. Нам сейчас надо поехать купить каких-то вкусностей. Позаботиться о молоке. Я вообще не завтракала. И решила, что сон дороже еды. И поспала еще час вместо завтрака. Короче, куча сейчас головной боли. И надо сейчас быстренько это все сделать. Вот, ребятки приехали с нашей школы. Мне оно было бы лучше. Ну, что ты хочешь с ней делать делать? Мне там фотографии расходить, чтобы не дать полежать. Помню, помню. Сережа, у меня больше. Еще один урок, почему нельзя никуда спешить. Этот кремчик разлился у меня по всей сумке. Я уже только что его вымала чуть-чуть. По всей косметичке, точнее. Потому что я выкинула не закрытым. Этот кремчик продается в Украине. В Израиле его нет. И он стоит немало, скажем. Не так, как все остальные кремы. Короче, и вообще, если у вас проблемная кожа и у вас есть прыщи, то угрессол я его очень рекомендую. Но мой сейчас полетел в мусорку. Я очень расстроена, потому что я не знаю, как я приобрету еще такой крем. И меня перестало от него сыпать практически совершенно. Я вообще не крашу сейчас лица. То есть, как бы только брови подкрашиваю и ресницы. Я в шоке. Честно. Вы знаете, нельзя ни о чем жалеть. Значит, надо перейти на какой-то другой продукт. И все. И когда я перейду, и если он мне будет помогать, и если он будет крутой, то я вам скажу обязательно. Я становлюсь бьюти-блогером. Я хочу вам рассказать о человеке, с которым я сегодня познакомилась. И, наверное, это самый значительный человек. То есть, знакомство на улице, скажем так, если можно это назвать, которое повлияло на меня очень сильно. В общем, я сегодня познакомилась с одним мужчиной. Ему 40 лет или что это такое. Он родился в Израиле. В 15 лет он переехал в Лос-Анджелес. И после всего нашего разговора он мне объяснил, почему он переехал в Лос-Анджелес. Почему он вернулся и все такое. И я реально в шоке. У человека, вот как у меня вот здесь висит мой знак зодиака, у него висит Маген Давида, потом мусульманская вот эта вот луна со звездой и христианский крест. И он сказал, я не могу. То есть, люди хотят мир во всем мире, но ничего для этого не делают. Говорит, для меня важно было вернуться в эту страну, потому что в этой стране больше всего разногласия между религией. Потому что это мусульмане и евреи, это две самые большие религии, которые постоянно между собой срутся, если так можно сказать. И он говорит, мне было важно вернуться в Израиль и сделать что-то. И вот у него даже в страничке, у него, он там с палестинским и с евреевским флагом стоит. Хорошо, я хочу рассказать, почему он переехал. Он гей. И в 15 лет, то есть, когда он начал понимать, что ему нравятся мальчики, он говорит, что меня постоянно унижали в школе, меня постоянно били, все такое. То есть, это раньше, то есть, человек с 40 с чем-то лет, раньше это не было так развито, как сейчас у нас, что все в округе и все этим умиряются и радуются. То есть, он говорил, что ему было очень тяжело, и он попросил маму переехать куда-нибудь. Мама не согласилась, и он решил уехать учиться в Лос-Анджелес. В общем-то, жил там чувак всю жизнь. И вот 6 недель назад решил вернуться. Живет в Тель-Авиве. И в Тель-Авиве у него большая семья, у него там что-то четверо детей. Я не знаю, ребят, я вот серьезно получила от него такой заряд. Он потом, он сказал, что я очень милая, что ему приятно, когда он знакомится с такими людьми, как я, просто вот сидя в той же очереди в Министерство Абсорбции. Просто человек, солнышко, человек, который делает мир во всем мире. Он говорит, он делал, он израильтянин, ездил в Палестину помогать палестинским детям, потому что, как он сказал, дети не умеют ненавидеть. То, что им пытаются привить это с детства, то, что им пытаются привить это ненависть, то, что им пытаются привить то, что израильтяне плохие, либо которые израильтяне говорят, что палестинцы плохие, это все учат родители. То есть, если бы мы учили наших детей добру, миру, то, что каждый человек, он человек, неважно от цвета кожи, религии и всего остального, и каждый заслуживает на свой шанс в этом мире, и каждый должен любить другого, так как он любит себя, или не любит себя. В общем, я вас люблю, будьте более лояльны к окружающим, а я побежала встречаться с моими друзьями.